Всем привет любителям дифрага и других видов саморазрешения. С вами Вуди и XTN. Как так перво получилось? Ладно, оставляем, похуй. Значит, ребятушки, дорогие мои, у нас сегодня, вводная информация, как говорится, это вторая карта MGCAP, называется она MGCAP XLARF. Проходила она с 6 декабря по 20-е. Результаты уже, естественно, известны. Вот почему мы делаем, собственно, этот обзор. Ну и, собственно, начнем обозревать. Да, ну изначально, скажем, немножко про маппера, про его стиль. Эта карта немножко не в его стиле, хотя нет, в его, потому что здесь уже хаста есть. Да, по большей части. Да, по большей части в его стиле. Этот XLARF это такой маппер, который ставит такие кислотные текстурки, ну все в дефрагеры уже знают. То есть это обычно были большие такие карты здоровенные, с кислотными текстурами, разноцветными. Но здесь его обязали использовать готик текстуры. Так что карта получилась более-менее адекватной. И без дырочек. Да, и без дырочек. Вот. Ну, собственно, он любитель хасты, поэтому на многих картах она присутствует. Начнем с самого начала, значит, что замечают, какие-то маленькие детальки. Дизайн. Дизайн. Да, они, слава богу, не мешались. Да, в принципе. Все такое, в стиле какого-то там такого замка. То есть, если все рассматривать, все красивенько сделано. Э, э. Не, смотри, слушай. Ну, тут затянутый, да, наверное, всю площадь. То есть, нету таких элементов, таких, что... Дырка. Да. Ну, ты, кстати, наверх через нее не сможешь пройти. Да, ну нафиг. Да, там клик стоит. Да ты мне раска... Блин, слушай, натуре. Я просто на нее не попал еще. Ладно, неважно, короче. Я пытался. Да, пытался. Какая-то все равно медленно. Ну, мы сейчас чисто проходим, просмотрим по карте. Ни одна деталь пока не мешается. Клево. Вот эти все горки, рампочки. Четко сделаны. Рисованы, кстати. Вот посмотри на рампу. Она как будто не до... Не до потолка сделана-то. Эта вот иллюзия, она поначалу очень мешала. На самом деле, полностью до потолка она. То есть, он клипом просто довел. Да? Да, но это очень мешало. Поначалу, когда первый раз играешь, ты думаешь, что там нету рампы. А, да-да-да, вот видно, короче. И ты паниковать начинаешь. По краю, когда стреляешь, видно, что она до потолка. Да, но это, конечно, косяк. Косяк небольшой. Не, ну хотя, главное, дотянул. Видимо, вот это то же самое, да? Да-да-да, все рампы у него так сделаны. Все рампы сделаны. По дизайну просто, чтобы не была сплошная рампа. Понятно, все. Собственно, ну, это естественно, вы понимаете, что это надо на дикой скорости, так вот крутя лицом в разные стороны. Как сказал один знаменитый человек. Кручу-мерчу, сам сделать не хочу. Да. Каждая комната, вот, ну, до этого момента они были довольно похожи. Вот теперь мы приходим к концовочке. Но перед тем, как концовочка, здесь есть одна штука. Да. Эть. Здесь, если вы... Блин. А. Так, стоп, куда мы? Вниз, 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 вниз. Значит, что, что здесь есть? Здесь есть секреточка. И когда вдруг надо ест играть... Эть, 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 ну что такое? Ладно. Рампа, кстати, сликовая. Да? Да. Часи. А где она? А с какой стороны? Да, вот с этой. За этой? Просто с приседанием, да. А, вот она. Да, блин. Что с тобой? Да не знаю я. Я играю одной пяткой. Ладно, сейчас. Короче, там есть секретная комната, которая такая чисто. Чисто просто for fun сделанная. Красавчик. Да что? Короче. Давай, давай. Я смогу, я... Эть, эть, эть. О. О, всё. Вот она. Вот она, секретная комната. Наконец-то. Не пошло и года. Вот. Значит, э-э-э-э. Здесь просто, просто она... Просто она есть, здесь есть рейл, здесь больше ничего нет, скелет в углу. И... Просто она такая сделанная. Короче, неважно. Ну, не знаю, возвращаем. Ну, она просто так... Секреточкой. You found the secret... Э-э-э-э-э. Да, как бы, всё, просто ачивка и всё. Не-не-не, не сюда. Не сюда? Нет. Я просто сам не играл, так что... Вот. Ну, короче, теперь... У нас чё? У нас теперь финальная комната. Она... Больших размеров. Но она симпатичная. Она очень красивая. Поэтому... То есть, ну, она так выглядит клёво. Ну, здесь есть, конечно, один момент неприятный. Я о нём уже знаю. У меня Вуди о нём рассказывал. Для дорожки. Ну, а он подробнее расскажет, что здесь и да как. Кстати, патроны вот эти вот коварные. Ну-ка. Они, знаешь, какие коварные? Я попытался, короче... Ну, тут чё-то бесился, тестил пока запись и так далее. Попытался их взять. М-м-м. Да я, кстати, не пытался... А, ещё вот здесь вот тоже. Немножко напрягало то, что... А, да-да, кстати, вот этот момент... То есть, кажется, что здесь нету стенки и хочется... Ну, чуть-чуть побольше завернуть сюда и призаешься. Ну, тут, кстати, вот стенка хоть и есть, но в неё... Ты не в неё стреляешь, а получается дальше. Да, в видимую штуку. Или нет. Или нет. Ты в саму стену... В саму стену, то есть здесь не сам клип? Нет-нет. Клип пропускает. По-моему, ну, ну вот это тоже мешало. А, смотри, да, на туре. То есть надо было дотянуть ему... Клип не только для туловища, а ещё для этого. Ну, может так... Для пушек. Не знаю, может так вот задумано было, конечно, это... Не нам судить. Ну, так сложно скоростью рассчитывать. Ну, грубо говоря, концовочка вот она там. Вот туда, куда ракеты полетели, там финиш. То есть вот так вот... Так вот себе представляет карта. По большому счёту. Дизайнерная и симпатичная, на самом деле. Симпатичная, да? Прямо линейная просто. Дрочная! Можно кап смело переименовывать. Не мап джем кап, а мап фрейм кап просто. Да. Да и, собственно, всё. Ну, то есть, как бы... Господи, на туре сликовое. Нихрена. Ну, это никак не пригодилось, по крайней мере, в ЦПМ. ЦПМ может выкутрить. Выкутрить, да, возможно, юзабельно. Ну, как бы комнаты себя представляют. Ты летишь из одного угла в другой угол, падаешь либо вниз, либо вверх. Но там опять из одного угла в другой угол. То есть, ну, как бы вот так вот она себя представляет. Просто надо было заполнить архитектуру этой карты и, как бы, спанить с хистой. Теперь конкретнее по... Думаю, по каждой комнате отдельно. Значит, по дорожке, да? Чё тут есть? Тут есть плазма. Вижу плазма. Я человек простой, вижу плазму, делаю буст, но нет. Здесь буст сделать нельзя. Но мы парни непростые, мы парни с подвохом, можно буст сделать и... Блин, ну я, конечно... Да, я, конечно, наверное, не сделаю. А ну, ну, сделаю. Не, ну, под чуть-чуть. Вот. Технология та же самая, что обычного буста об землю. Нужно просто выстрелить стенку за... Перед, ну, перед приземлением так же проскользить, набрать скорость и... Пошёл, пошёл, пошёл дальше, дальше, дальше. Собственно, нас... И сам XLR просил это сделать. Попросил рассказать по этому... Тут особо нечего рассказывать. Просто тот же самый плазма-буст, только не от пола, а от стены. Вот и всё. Ну, даже тайминги, по идее, те же самые. Перед приземлением просто стреляешь. Ну, если проще совсем уже... Ну, это уже, это же, на самом деле, Квуди. Он... Это он. У нас может... Бустить от стены, да ещё к тому же спиной карту проходить. Это причём не шутка. Нет-нет, я это не буду показывать спиной. Была-то, была там одна карта. Давай, в общем, теперь ты заходи, показывай конкретно уже про всё. Про всякие тонкие моменты. Что здесь происходило на этой карте? В общем-то, начинаем мы хоть как с буста, потому что это даёт неоспоримый плюс. И... Очень важно делать каждый прыжок перед рампой. Вот... Как объяснить-то? Как сказать? Помогай! Что-что-что? Ну, дабл джамп сделать просто перед рампой. Коротчайший должен быть вот этот момент между прыжком и рампой. То есть, надо очень... Стараться как можно ближе к рампе, в общем-то, прыгать. Чтобы вертикальная скорость была максимальной. То, видишь, сам справился. Кажется, помогать не пришлось. Вот... Далее у нас здесь триггер и два варианта. Либо мы плазмим... Не обращаем на этот триггер внимания и плазмим дальше наверх, а там уже отстреливаемся. Либо сразу юзаем рокет и даём себе выстрел вниз, чтобы сделать дабл джамп. Ну и дальше. Но если бы у меня была хейст, наверное, пользовались бы все плазмой. А так есть хейст, но это уроки. Да, да. Поэтому как бы тут хоть как рокет. Ну и здесь. Тоже несколько вариантов. Как вариант можно приземляться сюда. После рампы можно сюда. И давать себе второй рокет сразу в рампу. Можно просто поверху его вдоль потолка. А ты астанализался в эти ступеньки? Мешали вообще тебе прохождения, нет? Нет, мне нет, потому что я поверху проходил. В основном. Ну как получится. Ну в основном. Как и так сойдёт. Да, я старался всё равно по потолку. Ага. Потому что, ну не знаю, мне показалось это быстрее. После рампы я преимущественно там 1200 сохранял. Делал ещё один рокет диагонально, чтобы себя вверх подтолкнуть. И там 1500-1600, в принципе, этого было достаточно, чтобы в краешек. В этот момент бесил на карте? Нет, нет. Легко пролетал, да? Да, больше. Но я думаю, очень многим людям он бесил, на самом деле. Те, кто, ну, не играет особо рокетраны. Не играет аэр-контролем. Да. Это в основном, скорее всего, будут там, начиная с... Наверное, где-то с 15-го места и вниз они страдали, наверное, на этом моменте. Ну, тут ничего сложного, по идее. Тут отстреливаешься от рампы сразу в бок, вот к этой стене. От этой стены просто уже в другой бок. И отсюда, собственно... Я думаю, этот момент немало рекордов запорол все-таки у кого-то. Ну, тут бывает, да, по-разному бывает. Выстрелишь, допустим, одновременно с моментом прыжка от рампы, скорость хорошая. Выстрелишь позже, там, не попадешь вообще, выстрелишь раньше, тоже не то. Вот такой момент еще все равно. И постоянно скорость падения разная. Ну, столько вот мелочей в этой карте, казалось бы, самая простая. Да, но самое интересное, что нет таких вещей, за которых особо зацепиться. Да, да. Очень приятно то, что... Вроде она есть дизайном, и вроде ничего не мешает. Вот прям... Как по заказу. Сделано. Ну и... Финишная комната. В принципе, вариантов тут очень много. Всех их рассказывать... Да не имеет смысла, рассказывать две штучки хотя бы. Один из вариантов для тех, кто может... ГБ, наверное, может умеет делать ГБ от ракета. Стреляется от угла рампа. От угла рампы. Дает себе диагональную скорость вниз. И вот где-то может здесь, может быть уже от наклонной. Мы делаем буст. И дальше, как, собственно, придется. Или с участием этого пада, или с участием того пада. Или вообще без пада. Как-то вот пролететь там больше от скорости будет завести. От высоты. Ну или... Путь, которым я проходил. Ну я вначале делал тоже с ГБ. Потом я передумал и решил, что будет быстрее просто толкать себя от начала рампы. Примерно 1200-1100. Скорость получается. Толкаю диагонально себя сюда. Даю, пока лечу, рокет под себя. 1700 где-то у меня тут уже получается. Под себя, да? Да. Ну, по идее. Скорость по идее одинаковая. Что с ГБ, что так. Но так как я иду... Ну, с угла этот срезаю. Все равно получается небольшой на плюс. Тем более, что карта фреймовая. Ну, тут за каждый фрейм бороться надо было. Зубами грызаться у него. И тут, чем меньше твоя высота, и ты, если у тебя получается при этом еще под себяшка, в том моменте, тем лучше, потому что нужно сохранить кулдаун рокета, чтобы выстрелить вот здесь. Если ты здесь не стреляешься, роут в принципе не имеет смысла, по идее. Потому что ты промахиваешься и попадаешь вот сюда, а здесь ни клипа, ничего нет. Ну и... Ясно. Да, я тебе говорю, коварные вещи. Ну, я так понимаю, что самая последняя комната, она была довольно самая тяжелая, потому что расстояние очень большие, и нету, собственно, стенок, от которые ты можешь прям нон-стопом отстреливаться. Еще вот тот неприятный момент, который твоему паутю все время мешал в середине карты. Здесь есть вот такая штука. Если проходите без с этого паута, то она в принципе не мешается, но так как вы там стреляете после прыжка зачастую, получается так, что вы вначале отпрыгнули от этого паута, а потом уже стреляете. Надо, получается, высоту регулировать именно углом отстрела рокета. И вот в этом самое сложное было, чтобы не зацепить. Ну, в принципе, людям поопытнее это не сказать, что... Ну, мне вот не мешало особо. Да, напрягало пару раз, но вот за все время, что я играл, наверное, раза три я в нее врезался. Так что, наверное, нормально. Ну и с падом тоже, в принципе, неплохо. Там уже можно смотреть эту ситуацию, если скорость позволяет. Можно рисковать от пада стрелять. В принципе, тоже не сказать, что разница по времени большая, без него или без, но без него вроде как получше. Так. Ну, собственно, по карте есть еще что-то рассказать, потому что особо я больше моментов не вижу. Ну, да, тут больше-то дрочь-дрочь-дрочь, по идее. И даже какие-нибудь... Ну, судя по результатам, которые... ...можно поставить. ...которые уже выложены, здесь просто ребята фрейм во фрейм пришли. Здесь даже два тайма с одинаковым. Да? Да. Да, я не видел. Ну, там, ну, покажем. Короче, это два одиннадцатых места. Так что... Ну и... Собственно, сделать пару пробегов. Ну да, чисто покажи так, что как примерно должна это было проходиться. Можно даже без буста себя не напрягать. Ну, ладно. Намнять. Ну вот, я делал, в принципе, так. И вот, ну, тут от высоты тоже скорость высоты зависит. Надо стрелять именно вот... Вот эту золотую середину, чтобы и по высоте нормально было, и успеть здесь потом все сделать. Ну, сейчас попробуем. Не получилось немножко. Да. И так сойдет. По пару рампам, да. Ну, вот примерно как-то так, да? Да. То есть, и потом стреляете еще здесь. Потом у вас следующий рокет получается под этой, если без пада. Ну, и на финиш. В принципе, залететь на финиш не проблема. Главное стрелять, как бы, отстреливать и хотя бы... И главное стрелять! Более-менее... Прямо хотя бы... Стрелять не вниз, себя давать-то, ну, повыше. И тогда, в принципе, залетается без проблем. Тем более, что там скорость около 3000. Упсов. Ну, попробуем, наверное. Еще. Ну, попробуем. Вот такие нюансы. Например, вы представляете, да? Что надо было на карте вот так вот сидеть и вылавливать каждый фрейм. То есть, ну... Слушай, да. Реально надо переименовывать просто кап на... На просто... Map Frame Cap. Нормально. И запускать. Е-е-е-е-е! Ну, в общем, ладно. Все. С такой вводной частью мы, думаю, закончили. Теперь... Теперь пойдем смотреть демки. Идем? Да. Давай, посмотрим дему ли. Так. В ЭКУ-3 сначала, как правило, да? Ага, сейчас, подожди, я открою. Открывай. По традиции. Да. В ЭКУ-3. Начинаем в ЭКУ-3. На две демки меньше прислали. В ЦПМ прислали на одну больше, чем в прошлом. Я сидел, кстати, в таблице, вычислял, а кто этот еще один человек? Да? Да. И кто? Интересно врел. А я Идаки не вычислил меня в этой демки. По-моему. Коша, по-моему. Мы не видели Кошу. Да-да, скорее всего. Кошу мы не видели. Видишь, я за секунду прям вычислил. А-а-а. Глаз набит у тебя по таблицам уже. Так, ладно. Значит, все, ты открыл? Да-да. Давай теперь. А-а-а. ДОК-3. Россия Коми. Республика Коми. Неплохо. Ага. И как ни понтово написано. Вот это начало. Ну, видно, играет не особо много. Но красавчик уже участвует. В принципе-то, да. Достаточно так, неплоховато, я тебе скажу. Главное, что участвует. Остальное не важно. Главное не победа, главное участие. Да-да. Я бы вот первый раз в ИК-3, когда я играл, наверное, так же бы проходил. О, смотри, смотри. Я даже знаю, чей это конфиг. А, я тоже. Следующий товарищ, Хас. Это десятое место. Ну, вошел в топ-10, ну, красавчик вообще. Вообще красава. Хас вообще его врагу. В принципе. Ну, это уже церкло. Да, ну, мы, естественно, обозревали в физике ЦПМ. То есть, в ИК-3 никто из нас не играл. Да, я вообще, в принципе, не играл. Вуди играл ЦПМ only. Поэтому про ИК-3 особенности мы рассказать, к сожалению, не можем. Но в ИК-3 все равно мелочи похожие будут. Да. Итогу, мне кажется, в более быстрых демках, в более быстрых прохождениях. Проблемы те же самые, мне кажется. ДКС, девятое место, девятнадцать и ноль, заметь, ровненько. Да, ювелирненько, ювелирно. Он так и хотел. Ну, естественно, это же ВК-3. Ну, что хочется сказать этим ребятам. Им нужно понаблюдать за демками, которые здесь первых мест будут. И получится ставить правильные углы спазма. Зато концовка у него побыстрее, чем у других. Очень интересно так. Концовка быстрее, чем у предыдущих. Феос. Россия. Восьмое место на полсекунды быстрее, чем предыдущий товарищ. Феос, кстати, интересно откуда. Такой углы вроде быстро, ну, точнее, правильно ставит. Но он заставляет так очень медленно, на этом теряет. То есть ему бы побыстрее мышкой крутить чуть-чуть. И было бы хорошо. Ну, уже достойно прошел. Конечно, это все наигрывается. Это все наигрывается. Димонор 18 и 1. Седьмое место. Главное уметь анализировать, где вы сделали что-то не так, чтобы в дальнейшем это исправлять. Иначе скиллу никак не подрестет. Просто начните себя сравнивать, свои действия, с действиями других игроков. И попытайтесь делать так же. 18 и 1. Хорошая карта. Фаворит, ну да, уже. Да. Смотри, был гадой перебил Димонор. О-о-о-о-о-о-о-о, потише, парень. На сотку. Хорош. Смотрим. Ёмае. Ну, уже. Уже видно, наигранное определенное количество карты, знает, как. Вообще, в принципе, двигается, как ведет себя моделька. Угу. Изику. Изику уже более-менее чувствую. Хорошо. Хорошо. Тайм поставил 2 ночи. Шмыга на 400 быстрее. Это уже пошли таймы за 17 секунд. Пятое место. Да, в ИК-3, конечно, буст не сделаешь. Вначале. Да, разве что с Рокета, но... Рокета там, к сожалению, нет. Вначале. Чистенько. Чистенько. Без срез. Но прошел чистенько. Человек, который тоже участвует практически на многих компетишенах. Михаэль или Митчелл, наверное. Митчелл. Правильно считается. Митчелл, да. Митчелл. Да, Митчелл. 17 и 3. Но он, кстати, много и для организации ДФВЦ. Митчелл много делает этот чувак, насколько я знаю. Да. Очень активный. Да. Товарищ. Да, было все-таки. Вот это, вот это Рокет. В конце он просто видел, наверное, просто под себя. Ладно. Чистая высота. Главное долететь. Остальное все не важно. Видимо, начало у него получилось хорошо. Он не ожидал. Ну да, так и бывает, кстати. Мне кажется, да. Вот уже пошли тройка финалистов. 16.8 Кет. Венгрия. На 500 быстрее, чем предыдущий. Ничего себе, зачем он прыгнул? Потом начал плазмить. Интересно. Ты знаешь, зачем это? Ну, так может физика. Всю концовку спиной просто. Прикольно это выглядит. Да, на ура такой. Эффект на 300 быстрее, второе место. Ну, эффект, слушай, эффект, по-моему, лидеры сейчас уже в это. Ну, да, внутри. А мы говорили, да, что он, кстати, грудер. Эффект, если постарается, да, он может топ-2 или может даже топ-1 вырулить. Это будет очень похвально. Отлично. И еще даже рекорд перебил онлайн-овский. И первое место в ВП-3 физике у нас занимает Анда Твинтур. 16.1. Грац, грац. Поздравляю. Поздравляю. Легкий. Грекоти. Г.Г. Товарищ. Соклан. Еее. Ого. Ему чуть... Что это он так раньше выстрелил, да не в рампу? Зачем он это сделал? Ты видел? Он выстрелил раньше, чтобы вылететь. Не в рампу. Это же медленнее. Ну, как видишь, быстрее. Ну, возможно, он из того расчета, чтобы спейсинг, чтобы кулдаун подвинуть свой, Рокетов, может где-то... Ладно, мы не играли в УК-3, поэтому тонкости не знаем. Переходим к самому, простите, дрочу. Дрочу, да. 35 место, Димонор. 26. Не умреть, не хворить. Мне кажется, он просто прошел первый раз карту и вспомнил, что у него там чай стынет. Одной рукой и, знаешь, в нетрезвом состоянии играл. Да. Главное, отправил. Ну, видно, что он на ЦПМ подзабил в этой карте, решил, что... Не стоит. А на того... Еще 2х в конце. Красавчик. Ну, главное, шлет. Хотя бы шлет. Хотя бы шлет. На 300 быстрее соревновать, у кого медленный демк. 26,3. Голгонав. Ну, если Димонор знал, что... Что это его, наверное, первое и последнее прохождение в ЦПМ этой карты, то Голгонав, наверное, постарался все-таки. То есть стоит отметить его старания. Ну да. То есть он не стесняется, участвует. Красавчик. У него есть куда расти, и он может как минимум понизить сенс. Как минимум. Как минимум. Да. И поиграть каждую такт-карту, и посмотреть свои движения, и посмотреть, ну, как я уже говорил ранее, сравнить с другими людьми. Ну, тут просто можем дать такой совет, что постарайся понемножку его снижать. Просто там на 0.2, на 0.3, вот так вот сенс убираешь, 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 потихоньку, до тех пор, пока у тебя более-менее неплавное движение станет, потому что плавность в дефраге, в принципе, решает. Да. Мы сами были такими глупыми, играли на неадекватных сенсах. Да, и мне не раз говорили, снижай сенсу, как ты вообще играешь. Ну, следующее место, давай, давай, Сюрк. У нас тут не прохладная история, у нас тут, между прочим, обзор. Хас! Интересно, откуда начнутся бусты? С какого? Не знаю. Может быть, ты единственный, кто это сделал? Да не. На стенке, нет? Не-не-не, я не думаю. Чаркин, возможно, сделал ее от... Кто там? 12. А, босс! Босс, может быть, монтер, да. На 2 секунды целых быстрее. Невил. Белоруссия. Это 32 место. Хорошее начало. Все с билазмой. Плохо. Ну вот, про что я и говорил. Даже, даже он позже выстрел, в принципе, чем можно было это сделать. Ага. Так, следующая демочка. На сотку его перебил парень из Австралии, Рико Шея. Ну, ему бы, да, ему бы угол с плазмой подровнять. Чуть-чуть совсем. Градусов на 10. Ну, здесь он хотя бы себя уже вне сроки там более-менее отстреливает. Ну, кстати, с ракетами он более-менее хорошо управляется. Да, да. Ну, сенс видно тоже. Единственная демка в диапазоне 16 секунд. Заметно. Кстати, да. Тридцатое место. Фола. Теркло начал. Теркло. Я, кстати, не следил эту карту. В онлайн играли? Да. Но там мало. Нал, да? Угу. Понятненько. О, хулиган. А, нет, хулигана. Хулигана не было. Коша, наверное, было. Точно, точно. Не, ну, Коша тоже чем не было. Хулигана точно не было. А, как тогда? Плюс два человека должно. Да и один ушел кто-то, один не прислал, значит. Ну, такое, да. Так, запускаем. 15,9. Ну, демок за 15 побольше будет. Ну, хулиган уже должен, как минимум, хотя бы на теоретическом опыте тащить. Он играет не очень часто, но уже, в принципе, может считаться старичком. Оно очень давно играет. Как минимум, он был еще до того, как я зашел. Но он, когда я начал, он уже месяца два играл. То есть, это, не знаю. Вот так. Даже не месяца два, а может даже побольше. Ну, точно не скажу это, но у него уточнять. ВМО. ВМО. Россия. Ничего себе. По-другой по стране, интересно. Да. Все так и не скажешь, что, как бы, плохо пройдено. А пройдено где-то хорошо. А, в конце он просто очень много потерял за ракетой. Да, да. Ну, прошел, тем не менее, очень хорошо. Угу. На сотку перебил его эфиоп. Я русский. Надо было смотреть за меня. Не использовал рампу. В этом была его ошибка. При отталкивании ракеты. Ага. Движения неплохие какие. Да, движения резкие. Хотя бы правильно откидывается ракетами. То есть, ну, не использовал рампу. Ему надо рампу добавить. 5HY. Это 26 место. Таймскейл реподден. Читер. О, видел, видел, видел. Читер настраивал. Видел, видел. А вот этому товарищу он рампы использует, но надо ему теперь одновременно таймить их с ракетами. Потому что надо было сначала от рампа, потом ракетом. А надо все это делать сразу. Да. Двадцать пятое место, Делгадо. Делгада. Его демки, не знаю как. Я этот ник замахну. Вот это да. Да, вот это неплохо. Вот это поворот, как говорится. Вот это поворот. Он решил, мне не дают сделать бустам, но я все равно его сделаю аппол. Совсем на пару, не на пару, конечно. На 8 фреймов его обошел Исту. Из Латвии. Это последняя демка в диапазоне 15 секунд. Ну, тоже ровненько так все. Ну, тут уже да. Чем ближе к топу, тем мощнее и мощнее демки. То есть нет уже явных ошибок. Есть только ошибки в пути. Ну, и немножко, конечно, в скилле разница. Ну, вот видно, некоторые пацаны, видимо, сомневаются. Они все равно смотрят... А, Хантера еще не было. Они все равно смотрят вниз. Вот когда вниз летишь, там эти поребрики-то стоят. Да, 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 они уже все равно глядят вниз. Посматривают, посматривают. Хантер! И Хантера тоже не было. Да, кто-то не прислал, и что там... В общем, ладно, неважно. Тоже вот так. Да, да, да. Ой, Рокетом промахнулся в конце, обидно. Да, ну вот... Примерно эта проблема встречается уже у более сильных, там, прохождений. Когда тупо не успеваешь. Не то, что промахнулся, а не успеешь. А, вот этот вот ник, как он читается? Водичка? Нет. После Хантера. СТ-1-3-А. Стиза, может быть, как-то. Стиза. 14-2. 22-ое место. Тоже не сделал джамп. Ага. О. Вышел из... Из патовой ситуации креативненько. Ха-ха-ха. В конце. Угу. И вот пошел вот теперь вот фрейма просто... Бой. Смотрите, 14-2, 3 тайма. Стиза. Но сейчас будет водичка, потом еще и пипец. Причем разница между водичкой и пипец... Один фрейм. Ха-ха. То есть, ну... Ну вы понимаете, короче. Сейчас, кстати, тайм 1-3-3-7. На фрейм быстрее пипец. Наблюдаем. 20-ое, кстати, место уже. Приближаемся потихоньку... К топчику. 1-3-3-7 по Москве. Ха-ха-ха. Последняя демка. Леферг Аргентина. 14-0. Ну, кстати, пока Дельгадо первый, кто использовал буст, в принципе. М-да. Первый. Все равно молодец, а Бразил? Да, ну там-то не дает, надо все-таки же делать буст-то быстрее, правильно? Ну, вижу плазму, делаю буст. Я человек простой, как говорится. Так, теперь вот сейчас вот пойдут демки уже такие более-менее... Ну, не сейчас, чуть попозже, конечно. Ю, Дмитрий. Это уже демки за 13 секунд. Это уже... Уже хорошая плазма, уже хорошие толчки ракетами. Да, уже. Уже вовремя все испортили. Да, ну, пути пацаны. Концовка просто медленно. Ну, да. Немножко. Ну, красавчик. NT Whirlwind. Whirlwind, на цвое место. Whirlwind. Как это переводится? Не знаю. Винд ветер, а Whirl... Ну, там, там надо, что ли, это переводится. Whirl закручивающийся, а wind ветер. Ну, видимо, торнадо. Закручивающийся ветер. Ну, видимо, да. Как-то так. Энди. 13,5, 16 место. Красавчик. Он очень, кстати, старался на этой карте, насколько я знаю. Вот он пытался именно на результат. Хорошо. Не очень часто ракеты использовал, надо чаще. Да, жесткая критика. Не, ну, просили ж пацаны более детально каждую демку. Какого, какие ошибки. Предвзятое мнение. Undead и FPS. Фу, да. Нет, ну мы же вместе комментируем. Мир, дружба, жвачка сидела. Чупа-чупс, но... Человек, который... Вот сейчас будет человек, который отличился красотой демки, от которого я прям... Прям... Аж дважды. Да, аж дважды посмотрел. Unshamed. Ну, я думаю, здесь тут вряд ли что-то такое вот... Устроить можно. Ну, может, он спиной все сделал. Устроить. О, как. Однако. Соспользовал плазму... О, и концовка, смотри, как ты проходил почти. Ну, да, кстати. Да с той же идеей было. Угу. Видел, видел. Видел, он что может. Да, да, да. Вот теперь, вот теперь пошел жарево, так скажем. Теперь пошли таймы за 12. Коих целых 10... А, нет, не 10. Коих 13 штук. Задумайтесь. 13 штук таймов по 12 секунд. Да уж. Шторм. 14 место. Почти... Оп, буст, есть, контакт. Да, шторм может. Тоже посмотрел вниз, чтобы не врезаться. Угу. Ну... Ну, ты понял. Да. С твоей оконцовкой. На соточку быстрее, Коша. Может, он в элайне у меня спалил, брат, когда я бегал пару раз. Не знаю, ну, может, и сам. Ну, шторм достаточно опытный, чтобы сам такой сообразить. Вот, Коша уже не смотрел вниз. Уже на опыте, все равно уверенности. На задроченности, на какой она уверенности. На задроченности. Ну, ты на всем. Теперь два парня из 11-го места. Это NT Judas. Ой, какой, ой, какой косяк с плазмой был. Да. А так все быстро. Достаточно. Там плазму он где-то нормально так потерял. И эффект. Тот же самый тайм. 12 840. Тоже 11-ое место. Дядя, дядя Женя там. Да-да. Вроде еще. Отлично. Дядя Женя подсказал. Да, подсказал, да. Торн на 12,8. Перебил на целых 5 фреймов. Десятое место. Кстати, интересно то, что Торнер уже эффекты перебивает. Там, верно. Эффект все равно, видите, игрок не слабый. Тут у него ошибка в дорожке. Так просто не объяснить нам просил, но так просто не объяснить. Ну, в конце. Ему, да. И у него в конце потеряно очень много. И у него рокеты немножко... В общем, не выжимал он максимум из них. Просто не дожимал. Чуть-чуть. Ну, надо было соображать, как сохранить максимально скорости на этом повороте, на последнем решающем. А он как-то, видимо, тяп-ляпа так. И так сойдет. Да. И прошу. На фрейм его обошел. На фрейм. Эвенджер. Девятое место. Ну, он же есть уроди, естественно. Угу. Да, ну вот, несмотря на то, что концовка гораздо лучше, однако фрейм разница. Однако фрейм разница. Но он, видимо, раньше потерял. Восьмое место. Ауру. Тоже. Там, что-то порядка восьми фреймов, что ли. Таймскел репотед. Буст. Да, вот уже пошла скиллуха. Ага. Бусты от стенок. Ммм. Отлично. Шмыга. Шмыга. Куджимоши. 12.6. Из прошлого. Из СССР нам прислали. Ага. В СССР не было сакси, но был дифракт. Да-да. Тоже потерял. На концовке. Да. Скорость. Эх. На сотку быстрее, Дэд. Второе место, да, он был на прошлой? Да. Топ-2. Сейчас, по-моему, по поинтам. Ну, я покажу это еще раз. По-моему, он сейчас третий снимает. Чуть-чуть потерял свою позицию. Ого. Ого. Все спиной. Ничего. Красненько, красненько сделано. Да, интересно. Пятое место. 12.2. Не була. Не була. Не була, не була. Тоже-то же. Буст. Да. Он будет без буста тут медленно. Сколько он там давал? Ну, 300, наверное, давал. 300 это достаточно много, особенно для такой карты. Поэтому его надо было обязательно делать. Четвертое место. 12.1. Зорн. Тоже буст, ну, уже все тут. Все таймы с густом, в принципе, наверное. Четкие просто. Рокеты. Я так понимаю, ты выиграл на концовке, да? Ой-ой-ой. Маляло? Нет. Нет, нет, на концовке я... У меня концовка получилась не так, которую я хотел, и я не добил, в принципе, тайм свой максимальный, который я могу, я его не сделал. Ясно. Ну, вот, теперь у нас уже тройка лидеров пошла. Третье место. ФПС. Блин. Три... Топ-три ФПС. Нахрен. Я тебе говорил, участвую. Я не участвую. Был бы Андер где-то в топе. Ааа, блин. Какая жалость, что я не участвую. Ладно. ФПС Монтор. Третье место. 12.1. Обошел на три фрейма, что ли? Да, на три фрейма обошел. Зорно. И занял почетное третье призовое место. Клево. У меня, собственно, нечего говорить. Ну, мне тоже нечего добавить. ФПС Овчаркин перебил на сколько? На 4. На 4 фрейма. На 4. Второе место. 12.0. Ну, вот, в принципе, как и у меня концовка получилась, по идее. Но, вот, самое быстрое, реально, будет без спада, получается. Понянненько. Там, больше скорости. Ну, и, собственно, топ-1. ФПС и гуди. ФПС. В общем, без лишних слов, запускаем просто демо. Посмотрим, что там происходит. Тоже буст. Четкие ракеты. Видишь, я вот тут в конце просто не джампнул. Ага. Нет, просто чуть-чуть перелетел, и поэтому пришлось так концовку сделать. Понял. Можно показать замедленным немножко действие. Попробуем демку. 0.6. Запустил. Просто что это... Как это должно выглядеть? Воу. Четкий здесь, Роккенс. Здесь четкий. 1600. Вниз. Все спиной. Вот такое. Да, не джампнул, и пришлось концовку. Африкинь, да? Сколько бы я еще дожал? Ну, в общем-то, сотку, я думаю, можно. Еще сотку. Ну, ясно. Но оно того не стоит, на самом деле, чтобы ради сотки... И так красавчик. Ну, то да, это надо передрачивать. Да. На всю карту. Так. Значит, вот на экране результаты. Вот так выглядит таблица этого раунда. Второй раунд завершен. Скоро будет завершение третьего раунда. Через пару дней, по-моему, да. Вот она таблица вся. Было две инвалидные демки. Ну, Гризли, кстати, можно было бы показать. И то, что комфакс... Коммакс фпс, да? Да. Ну, и у него, по идее, топ получается. Блин. Давай покажу, ладно, хорошо. У него получается топ в ГУК-3. Сейчас посмотрим. Ну, с настройками надо быть внимательнее, потому что... Да. Какой бы статус задрогствовать, а не был отец-не отец там... Все равно... Демка не прокатывается. Это ГУК-3 тайм. Это... Единственная демка за 15 секунд. Это быстрее, чем у Винтера. С запусками ракет. Господи. Обалдеть. Круто. Ну, в общем, так, да. Смысл какой он? У одного настройка коммакс фпс 85. Видимо, где-то на работе играл. Я не знаю, наверное, так. Ну, может быть, да. И у второго скриптер дж. Конкретно Коржу. Я прям допускаю, что у тебя... конфиг одного человека, у которого... у всех новичков его конфиги. Не используй ты кнопку Alt. Я тебя богом умоляю. Не используй ты эту кнопку Alt. Потому что именно за это тебя в таблицу не запихивают. Все. Договорились, Корж. Корж, пожалуйста. Да. У тебя скриптовый РЖ. Он забинжен. У тебя на кнопку Alt там написано. Что там написано? Господи. Плюс MoveUp, Weight 2 и плюс Атак. Я даже прям знаю, потому что у меня то же самое. Хе-хе-хе-хе. Но на турнирах использовать это нельзя. Это можно там дома играться с этим. То есть, чтобы упростить себе прохождение той или иной карты. Но когда ты играешь там такую, типа, турнирную карту, ее нельзя использовать. Понимаешь, нельзя. Ограничивай себя от этого. Ну, и, собственно, посмотрим, наверное, распределение очков и положение в общей таблице. ВК3. Первое место лидирует у нас с 1150 очков Winter. Потом идет эффект. Чуть-чуть отстает, буквально на сотку. Даже поменьше. Третье место Кет. Вот Shine, кстати, что-то не участвовал. То есть... Что-то так, кстати. Да, можно посмотреть, кто, кстати, не участвовал. Мы по этой таблице узнаем. Кто не участвовал в первом раунде. В ВК3, там, ЦПМ. Кто участвовал во втором, но не участвовал. Ну, ты понял вообще. Да. То есть, вот она так выглядит. То есть, второй Ку-лидеров у нас в ВК3 держит Winter, эффект и Кет. Shine победил в первом раунде, но не участвовал во втором, поэтому съехал на четвертое. А у него, кстати, тайм там стоит. Не знаю, может, он забыл просто. Может быть, забыл. Может, просто завтыкал. Подумал, что отправил, а не отправил. А может, и не стоит. По-моему, у Литюма стоит. Да? Но Литюм... Литюм тоже не прислал. Не прислал, да. Ну, в общем, переходим к ЦПМ. О-о-о. Так. Значит, кто не участвовал во втором раунде? Не участвовал Литюм. Литюм. Не участвовал Димон. И... Ньюби. И ВМО. И ВМО. Подожди, ВМО участвовал. Надо Аяксу сказать. Да. Аякс! Аякс! Тут такая хрень, короче, это, да. Тут, в общем... Он участвовал, и его здесь нет. Надо поправить. А из новых ребят у нас Стиза, Хантер и... Кто? Коша. Хулиган. А, или... Да, да. Да, да. Коша, походу, участвовал. Да, Коша участвовал, прикинь. А как? Да, что-то я тоже застыкал. Ладно, неважно. Значит, короче, тройка лидеров у нас на ЦПМе. Это Вуди. Дважды топ-1 занял 1600 очков. Овчаркин с четвертым местом и вторым местом, да? Получается. На четвертый и второе место. Пятое, получается. Четвертое, это 475 очков, по-моему. Третье, это 475. 800, 600, 475, 400. У него четвертое место на первой карте и второе место на... Нормально, да, такое распределение? Занял четвертое и второе место и, по-моему, вращаясь, вероятно, во второй. Ну, тут... Да, ну, это потому, что Дест занял первое. Да, тут Дест уже немножко лажанул и... И шестое даже, шестое место. Ну, в принципе, до Овчаркина за второе место очень сильно борьба будет между Овчаркиным, Детхом, Зордом, Монтором. Потому что, если Вуди лажать не будет... Я постараюсь. Не лажать. На самом деле, тебе, чтобы занять топ-1, тебе нужно хотя бы на одной карте еще взять топ-1. Если ты берешь на одной карте топ-1, то на двух других ты можешь брать вторые места и, как бы, ты все равно топ по очковой системе. Очковая. Ага. Ну, то есть, ну, ты понял. Да. Вот так вот как-то выглядит таблица. То есть, вот такое вот распределение очков. То есть... Ну, на самом деле, грубо говоря, если там, допустим, Торнер, к примеру, занимает второе место на следующей карте, допустим, да, то он, получается, переезжает сильно вверх по таблице. То есть, любой человек, который находится, ну, начиная, допустим, с даже шестого места, например, он может вырулить вверха, если он будет на вот этих трех картах сильно-сильно потеть и поставить очень хорошие таймы. Но с другой стороны, то потеть будет не только он. Поэтому борьба-то как будет жестокая. Конкуренция будет, да, жестокая, конкуренция будет и... В общем, как это будет выглядеть. А обзор наш мы выложим. Мы сейчас вот закроем, запишем это все, выложим на ютубе, кинем в комменты. В общем, собственно, все. Все, да, спасибо. что вы посмотрели и что принимали непосредственно участие в этом турнире. Да. Всем пока. Пока.